Сон 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 Достаточно 6-8 часов в сутки, но это время должно быть именно ночью. Человеческий мозг отдыхает только с 11 ночи до часу ночи в среднем. Два часа всего лишь? Это связано с биологическими ритмами, которые существуют вне того, какие у нас графики, какие у нас режимы и планы. Давайте посмотрим, что об этом говорят неврологи. К ночи постепенно дневная работа перестраивается в медленную ночную. Вот в этот момент включаются основные нейрогормоны. Серотонин, дофамин, норадреналин, ацетилхолин. И вот эти именно нейрогормоны включают образование энергии в клетке. Без этого процесса работы серотонина энергии в мозге у нас не станет. Если мы ночью не спим, то мы этот самый серотонин используем в дневном режиме. И эта энергия ночная уже на завтрашний день у вас не образуется. Она потрачена сейчас. Именно до полуночи происходят основные очень важные процессы, о которых я говорила. И они обеспечивают нашу завтрашнюю жизнедеятельность. Если человек в это время не ложится спать, то даже если он выспится свои 8 часов и догонит это время днём, его мозг уже не отдохнувший. И, соответственно, могут быть такие проблемы, как забывчивость, рассеянность, невнимательность. Это только первая фаза. В дальнейшем это просто могут быть даже какие-то физические заболевания. Но тогда нам срочно нужно узнать, каким образом выспаться, если всё-таки не удаётся лечь спать раньше полуночи. Необходимо воспользоваться той рекомендацией, которую разработали учёные, наблюдающие за людьми, работающими в ночные смены. У них большие проблемы со сном, естественно. После длительных исследований пришли к такому выводу, что если человек ложится в одно и то же время и просыпается в одно и то же время, это улучшает качество его сна. Необходимо выработать какой-то ритм. То есть очень важно для каждого из нас уметь засыпать тогда, когда это нужно. И знаете, каким образом это сделать? Из этого вытекает ещё одна ошибка. Это неправильная подготовка ко сну. Скажите, пожалуйста, вот что вы делаете, когда не можете долго заснуть? Если я долго не могу заснуть, я включаю ночничок и читаю книгу. У меня для этих целей даже специальная книжечка лежит под кроватью. У кого ещё есть свой способ? У меня есть способ. Я включаю телевизор и смотрю футбольные матчи. Да что вы! Вы же гол кричите, вас нет! Все эти способы, которые рассказали уважаемые зрители, хочу сказать, это огромная ошибка. Когда мы смотрим телевизор перед сном или читаем, это не способствует тому, чтобы мы заснули. Наш мозг в это время не отдыхает, а работает, будто мы занимаемся спортом. Есть ещё любители, кроме того, что смотреть телевизор, так смотреть ещё какие-нибудь триллеры, убийства, фантастические фильмы. Что происходит с той информацией, которую мы получаем перед сном? Что? Всю ночь, вместо того, чтобы отдыхать, мозг и психика перерабатывают эту информацию. И как результат, человек очень часто ходит разбитым. У него появляется какая-то несобранность. То есть вот те качества, которые, возможно, вы никогда не связывали со сном. Я прям живо вспомнила сейчас папу, когда он засыпал перед телевизором, засыпал, начинал подхрапывать. Я подкрадывалась к телевизору, чтобы выключить, и тут он говорил, не выключай, я слушаю. У него не наступает глубокая фаза сна. То есть у него только вот эта дремота, может быть, или быстрый сон. Вот эта дремота, внимание, это гипнотическое состояние, когда человек может заниматься самовнушением. Поэтому, когда мы засыпаем, ни в коем случае не нужно думать о том, кому я сколько должен денег, кому я что-то пообещал не выполнил, что у меня не получилось, как меня разозлил какой-то человек, что нужно делать для того, чтобы этого не было. Вы должны настроиться на то, что сейчас мой организм полностью отдохнет, подумать о чем-то позитивном. Если есть какие-то навязчивые мысли, от которых вы никак не можете отключиться, для этого есть одно простое упражнение. Глазами просто резко вправо и резко влево поделать где-то 25 раз. Вот попробуйте сейчас, просто резко вправо и резко влево, резко вправо и резко влево. С помощью этого упражнения мы массируем определенный участок мозга, который снимает вот эту мысль навязчивую, которая стала доминантной. Какое хорошее упражнение. Никто не заснул? Нет? Очень важный момент для того, чтобы хорошо заснуть, температура воздуха в комнате должна быть около 18 градусов. То есть у вас должно быть теплое одеяло, телу должно быть тепло, а голова должна быть в холоде. Идеально это когда вы привыкаете спать с открытой форточкой. Поверьте, никто от этого не заболеет, если вы настроитесь на то, что это просто вам необходимо. И даже некоторые специалисты рекомендуют людям, которые очень страдают от бессонницы, положить подушку в какое-нибудь холодное место, ну например на балкон, и перед сном лечь на холодную подушку. Кроме того, многие люди не замечают, что в комнате находится много мигающих предметов. Вот мобильный телефон поставили на зарядку, там телевизор выключили, у него какой-то тоже сигнальчик мигает. Даже когда мы спим, наш мозг, он всю эту информацию считывает. И это не дает происходить глубокому, полноценному сну. Но даже если человек вовремя лег и сделал все правильно перед засыпанием, нередко бывает вот как будто встал не с той ноги, да? Это одна из самых распространенных ошибок, но которая нам очень подвластна. Это когда люди просыпаются не в той фазе сна. Дело в том, что есть быстрый сон и есть глубокий сон. И вот если человек просыпается в фазе глубокого сна, как результат, он целый день ходит разбитым. Протягом ночи наш организм проходит три фазы сну. Первая, так звана, гипнотичная стадия дримоти. Мы еще не спим, но уже закрыли повеки и засинаем. Цю фазу мы проходим только раз. Наступные две, долгого сну и швидкого, по черзе изменяют одна одну протягом всей ночи. Подивите, как спит людина. Сейчас она движется, может даже разговаривать в весне. Это фаза долгого сну, во время которой снижается температура тела, все процессы в организме уповольняются, дыхание становится глубже. Именно во время этого сна организм расслабляется и восстановит силы. Тривается фаза от 40 минут до 1,5 часа. Следом наступает фаза швидкого сна. Посмотрите, как изменится поведение человека. Она не движется. Тонус мязи отсутствует, но мозг работает значительно активнее, чем в предыдущей фазе. У человека начинают швидко рухаться очи под заплющенными повеками. Само в этот момент мы видим сны. Фаза швидкого сна от цикла до цикла становится длинной и длится до 20 минут, а глубина сна снижается. Организм, наверное, показывает нам, когда легче прокинуться. Само во время швидкого сна, когда мы уже видим сны. Как правило, прокинувшись правильно, мы будем памятать свой сон. Если человеку разбудить во время свободного сна, она почувствуется разбитой протягом сегодняшнего дня. Но как нам определить, в какой мы фазе сна находимся, если мы спим? Вот я по опыту проверила, по своему. Например, если я встаю в 7 утра, мне очень тяжело проснуться. Если я встаю в 6 утра, я себя чувствую бодро. Хотя я сплю на час меньше, но как такое возможно? Поэтому вы определили время, которое вам нужно вставать. Допустим, в 7 утра. Вы просыпаетесь, плохо себя чувствуете. Но попробуйте проснуться в следующий день на 10 минут раньше. Буквально 2-3 попытки, 2-3 дня вы на это потратите. Но вы найдете то время, которое ваше, в которое вы просыпаетесь, как раз в правильной фазе сна. А вот это распределение фаз сна по времени суток, оно однажды и на всю жизнь? Либо это меняется от времени года, от возраста человека, от состояния здоровья? И нужно все время проводить вот такой эксперимент с собой? Эксперимент нужно проводить только в том случае, если меняется ощущение. В принципе, оно должно быть одно и на всю жизнь. То есть у кого-то просто фаза глубокого сна может быть 40 минут, у другого человека час, у третьего человека час 20. То есть они приблизительно в этом промежутке находятся. Пришел в 11 на работу и говорит, вы знаете, не мог раньше, потому что у меня была фаза глубокого сна. Я должен просыпаться в 10. Но есть же еще и элементарная бессонница, которая такое количество проблем доставляет. Человек не может заснуть. Кстати, с вами такое случается? Поднимите руки, кто время от времени страдает от бессонницы. Боже, да серьезно? Мужчины, женщины, девушки. Так что же делать? Я хочу предложить несколько простых упражнений, чтобы вы имели инструменты, как с ней бороться. Только черт не храпеть. Первое упражнение. Для этого необходимо закрыть глаза и представить, что перед вами находится школьная черная доска. У вас в руках кусочек мела, и вы рисуете 33. Делаете это не спеша. И вот ее необходимо порисовать в течение пяти минут мысленно. И как результат, вот эти вот формы этой цифры, они включают те участки мозга, которые отвечают за хорошее засыпание. И еще одно мега упражнение, которое не просто гарантирует качественный сон, которое еще помогает нам снимать те стрессы и неприятные события, которые у нас происходят в течение дня или жизни. Наталочка, подожди. Твое упражнение настолько эффективное, что я так чувствую, что мы сейчас все вместе заснем. Поэтому предлагаю все-таки выпить чашечку кофе. Сейчас же время не для сна, на самом деле. Все начинается с «Мэс Кафе». Если у вас есть какие-то неприятные мысли, и вы вспоминаете какую-то ситуацию, как на вас там накричал руководитель, или как там ребенок по-хамски ответил, и вы ложитесь, вы хотите заснуть, и оно опять прокручивается и прокручивается. Вы представляете такую огромную фотографию, где запечатлено вот это событие. Просто вот как вроде бы его сфотографировали. Тоже с закрытыми глазами, да? Да, тоже с закрытыми глазами. Вот она большая-большая, настолько, насколько вы можете себе ее представить. И вы представляете, что у вас в руках есть мочалка с жидкостью, которая растворяет это изображение. А это изображение нанесено на стекле. И вы берете с любого края и начинаете очень тщательно вымывать, вытирать это изображение с этим негативным событием. И я хочу сказать, что когда вы домоете это стекло до конца, до чиста, у вас уже значение этого события существенно уменьшится. И вы не будете в таком напряжении. И вы почувствуете результат уже буквально через 2-3 дня. И вы проснетесь, как новенькие. Спасибо тебе, Наташа. Спите на здоровье. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok